Пуск цели и пуск тура у них уходило около минуты. Тунгуске нужно всего 10 секунд, чтобы обнаружить и выпустить свои ракеты. Это единственный комплекс в мире, который обеспечивает боевую работу пушечным вооружением в движении. То есть в сухопутных войсках и до сегодняшнего дня зенитных средств, которые обеспечивали прикрытие подвижных танковых колонн в движении, их просто нет. От ракеты комплекса, маневрирующей с колоссальными перегрузками в 32G, самолету очень сложно уйти. В ее головной части расположены лазерные датчики. Как только цель оказывается на расстоянии 5 метров и пересекает траекторию их лучей, происходит подрыв. Сотни стальных стрел, вращаясь с огромной скоростью, буквально перепиливают фюзеляж. Не менее впечатляющая стрельба автоматическими пушками. Грубо говоря, фейерверк в небе происходит, потому что сноп огня каждая машина выпускает. Скорострельность установки артиллерийским каналом 4-5 тысяч выстрелов в минуту. Для увеличения эффективности огня на некотором удалении снаряды разлетаются в стороны, образуя поражающее облако. Поэтому вероятность уничтожения цели пушками даже выше, чем ракетами. Создание Тунгуски было отмечено Ленинской премией. Но Шипунов ее не получил, поскольку незадолго до этого заработал аналогичную награду за создание противотанкового комплекса «Конкурс». Город все-таки вежливый, культурный был. Меня спрашивают, ну слушай, да, вот на Ленинской ты не проходишь, правила не позволяют. Ну, мы дадим тебе орден Ленина. Я говорю, спасибо, очень хорошо. Семь лет колоссальной напряженной работы над Тунгусской не прошли для Шипунова даром. Экипаж, бой! Во время госиспытания Тунгуски Аркадию Шипунову неожиданно стало плохо. Врач определил микроинсульт. Но генеральный конструктор наотрез отказался уезжать с полигона, продолжая работать по 14 часов в сутки. Так продолжалось два месяца, до тех пор, пока госкомиссия не утвердила акт о приемке нового комплекса. Только тогда Аркадий Шипунов позволил себе обратиться в больницу. Врачи вынуждены были удалить ему почку. Спустя месяц после труднейшей операции Аркадий Шипунов снова вышел на работу. Тунгуска открыла новое направление в военной технике. Сегодня на БМП-2 и БТР-90 используется ракетно-пушечное вооружение, что позволяет в несколько раз повысить эффективность этих боевых машин. Еще больше комбинированные боевые модули оказались необходимы для военно-морского флота. В 1982 году, во время фолклендского конфликта, аргентинский самолет с помощью противокорабельной ракеты «Экзосет» сумел потопить суперсовременный британский эсминец «Шеффилд». Этот случай еще раз подтвердил опасность, исходящую от высокоточных крылатых ракет. Совершенно секретно. 10 июля 1983 года. Москва. Начальнику главного штаба военно-морского флота СССР Владимиру Чернавину. На вооружение военно-морских сил США поступили крылатые ракеты нового поколения «Тамагафа». Они обладают сверхзвуковой скоростью, сложной траекторией полета и большой мощностью боевой части. Новый комплекс представляет несомненную угрозу и способен изменить стратегический баланс в пользу потенциального противника. Начальник разведывательного управления главного штаба военно-морского флота СССР Иван Курс. Крылатые ракеты – единственное оружие, способное уничтожить крупный корабль с расстояния в сотни километров. Пока их скорости были невысоки, с ними могли справиться 30-миллиметровые шестиствольные пушки, созданные все теми же Василием Грязевым и Аркадием Шипуновым. Однако против новых сверхзвуковых ракет одних пушек было недостаточно. Летят такие цели на высоте от 3-5 метров над поверхностью воды. Скорости достигают до 500 метров в секунду. Так вот, малые высоты, малая отражающая поверхность, большие скорости – это проблема с точки зрения и обнаружения, и сопровождения, и поражения. Ну, поэтому мы, имея опыт уже по-тунгусски, пришли к такому же мнению, что комплекс должен быть скомбинирован ракетно-пушечным вооружением. В 1983 году по личному распоряжению главкома ВМФ Горшкова в Тульском КБ приборостроения началось создание ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик». Для надежного обнаружения и наведения в нем использовались две станции – радиолокационная и оптическая. Система управления, как мы ее называем, интегрированная, радиолокационная, оптическая, с элементами искусственного интеллекта. Почему с элементами искусственного интеллекта? Логика работы принята такая. Если есть сопровождение в обоих этих каналах, локационном и оптическом, цели и ракеты, приоритет всегда отдается оптическому каналу, который имеет более высокие точности. В 1985 году на полигоне Черноморского флота начались испытания «Кортика». Систему наведения отрабатывали по летящему самолету. Хотелось, чтобы самолет-то спустился пониже, поскольку реальные-то противокорабельные ракеты летают на высоте 3-5 метров. И начали давать команды летчику ниже, на следующем заходе еще ниже. И когда на третьем заходе летчик снизился так, что своими фонарями посадочными на самолете зацепил за наш боевой модуль, то тут, конечно, было вообще неприятно. То есть он сразу пошел на посадку. Безусловно, в эфире раздались очень такие нелестные слова в наш адрес. Комплекс «Кортик» был принят на вооружение в 1989 году. Он позволяет обстреливать до 6 целей в минуту, что достаточно для обороны эсминцев и фрегатов. А для более крупных кораблей используется несколько подобных установок. Ближайшие рубежи самообороны от средств воздушного нападения обеспечивают 4 батареи зенитных ракетно-артиллерийских комплексов ближайшего рубежа «Кортик». Каждая батарея включает по два боевых модуля с системами хранения и перезарядки ракет и загрузки 30-мм боезапаса. Зенитные ракеты «Кортика» могут поражать атакующие самолеты и ракеты на дистанции до 8 километров. В случае промаха цели достреливаются из 30-ти миллиметровых пушек. Вероятность их поражения практически стопроцентная. Сегодня «Кортик» защищает два самых мощных российских корабля. Авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Но серийный выпуск уникального комплекса был прекращен в начале 90-х годов. У нас развернулись революционные по своей сути преобразования. Они имеют громадное значение для нашего общества и для социализма в целом и для всего мира. После печально знаменитой посадки Матиаса Руста в центре Москвы в 1987 году к зенитным ракетно-пушечным комплексам проявили интерес войска ПВО.